Девушки отдыхают Здравствуйте, товарищи! С вами Красная Радио Фонда Рабочей Академии. Проведение буржуазной политики в партии рабочего класса – дело не новое. Большевики неустанно боролись с теми, кто предал интересы рабочего класса и встал на защиту антипартийной линии. Рабочая партия России – не исключение. 26 декабря 2020 года, после продолжительной дискуссии о контрреволюции, длящейся уже несколько лет, Идеологической комиссией Центрального комитета РПР было вынесено решение оценить позицию Ивана Михайловича Герасимова о диктатуре пролетариата, существовавшей до 1991 года, как идеологически ошибочную и политически вредную. Ивана Михайловича Герасимова партийное решение не остановило, и он вместе со своими друзьями-приспешниками с того же дня продолжил трансляцию идеологически ошибочной и политически вредной позиции. В защиту этой позиции выступил и Александр Юрьевич Булгаков, также игнорирующий решения Идеологической комиссии и настаивающий на собственных заблуждениях. В угоду проведения в партии рабочего класса буржуазной политики и свободы слова, Александр Юрьевич Булгаков, прикрываясь собственным мнением, изволил сделать свою серию публикаций в защиту политически вредной позиции. Использовал сайт Новосибирского отделения Фонда рабочей академии, как трибуны для трансляции антимарксистских взглядов, на что ему было тут же указано. Но, разумеется, он на это наплевал. Далее подхватил эстафету и Иван Михайлович Герасимов, осуществив захват СМИ, Фонда рабочей академии и Рабочей партии России. Он продолжил публично транслировать осужденную Идеологической комиссией позицию. Всем настоящим коммунистам совершенно очевидно, что позиция Ивана Михайловича Герасимова и других, примкнувших к нему друзей о саморазрушающейся диктатуре пролетариата, наплевательское отношение к партийным решениям, несовместимы с членством в партии рабочего класса. Красное радио Фонда рабочей академии призывает всех коммунистов решительно бороться с антипартийными элементами и их защитниками, не допускать публичной трансляции антимарксистских взглядов членами партии, препятствовать разрушению партии пассивным соглашательством с правым уклоном. Красное радио Фонда рабочей академии призывает всех коммунистов не давать увести себя в сторону от главного в ленинизме – учения о диктатуре пролетариата. Также редакция Красного радио Фонда рабочей академии сообщает, на собрании Ленинградской организации 30 января 2021 года из партии за занятую антипартийную позицию и грубейшее нарушение партийной дисциплины большинством голосов рабочих были изгнаны Иван Михайлович Герасимов, Александр Евгеньевич Васьковский и Евгений Александрович Корольков. Прямо на собрании они объявили, что РПР предало рабочее движение. Как же некоторых корежит от диктатуры пролетариата? РПР всегда очищалась и продолжает очищаться от ренегатов, путанников и ревизионистов. С вами был главный редактор Красного радио Фонда рабочей академии Гамилаури Петр. С товарищеским приветом из города Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова